Сегодня испечем штрудель-катерпиллер. Подается он с мороженым и фруктами. Обжарить яблоки на сливочном масле, чтобы дали сок. Добавить ванильный сахар и корицу. Обжарить яблоки на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы они не горели. Когда яблоки дадут сок, слить воду в друшлаг. Тесто раскатать и переложить на полотенце. Так будет легче его переносить на противень. Яблоки равномерно разложить по тесту. Не выкладывать слишком плотно, оставляя зазоры. Сверху посыпать орехами, грецкими или кедровыми. С кедровым вкус более необычный. Тонкой струйкой полить медом. Добавить что-нибудь кисленькое. Я беру вишневое, клюквенное или брусничное варенье. С помощью полотенца скатать нашу выпечку в рулет. Защипать штрудель с двух сторон и переложить на противень. Закрыть штрудель сбоку. Смазать штрудель яйцом. Оставшееся тесто разрезать на полоски. Сделать разрезы, как показано. Положить бананы свежие. Посыпать сахаром сверху. И положить какао сверху. Закрыть выпечку, как показано. Пирожок состоит из двух половинок. На одну половинку кладем начинку. Такую же, как в предыдущей. И закрываем сверху второй половинкой. Ножницами делаем разрезы. При выпечке они будут очень оригинально выглядеть. Тесто для третьей булочки сверните, как показано. Изделие уложите на противень и смажьте хорошо яйцом. Выпекайте изделие при 180 градусов. До готовности до румяной корочки. Штрудель получился очень ароматным и красивым. Разрезайте его поперек и подаете с мороженым. Или с вареньем. И с орехами. И с ягодами. Очень эффектная и красивая закуска. Десерт. Приятного аппетита! И не забудьте подписаться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok